ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Исэнэсэс, шалом, хэллоу, бонзюр, салям алейкум! Это именно те слова, когда при встрече дожелаешь человеку здоровья. Здороваясь, многие обнимаются, целуются в щечки, жмут друг другу руки, хлопают по плечу. Почему же нужно здороваться и как слова приветствия влияют на жизнь человека? Как раз по этому поводу хотела девчонкам дать маленький советик, но это потом. Со слов приветствий начинается новый день у всех людей во всех странах. И как вы произнесете, с какой интонацией, выражением лица, так и сложится ваш день. С раннего детства, наблюдая, как моя мама здоровается, мне тоже нравилось со всеми здороваться. Я еще тогда не отличала людей от знакомых и незнакомых, потому что мне казалось, что я всех людей знаю. И чтобы никого не обидеть, я здоровалась со всеми. А мама улыбалась и хвалила меня. Однажды, когда мне было 4 годика, я одной бабушке 5 раз за день сказала, «Здравствуйте!» «Как?» «А вот так!» «Выйдя из подъезда, мы с мамой встретили бабушку-соседку, и я, улыбаясь, громко с ней поздоровалась. Потом мы увидели ее в магазине. Через 15 минут, выйдя из магазина, я опять с ней поздоровалась. Потом, гуляя с мамой, мы ее возле аптеки встретили. А потом еще раз около дома. На пятый раз бабушка так сильно рассмеялась, когда, широко улыбаясь, в очередной раз сказала ей, «Здравствуйте!» Я еще тогда подумала, раз бабушка смеется, значит, приветствие поднимает ей настроение. Поэтому, девчонки, будьте радостными, культурными. Всегда и везде здоровайтесь, куда бы вы ни пришли. Улыбайтесь, не скупитесь на добрые слова. Обнимайтесь, жмите друг другу руки, и тогда у вас всегда будет отличное настроение. И жизнь будет прекрасней и веселей. Это и был мой маленький советик. У меня все. Увидимся в следующий четверг. С вами была Юлия Горковенко. Всем пока!